Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Ольга Сафродова. И в этом выпуске я расскажу о книге Алексея Слоповского «Пыльная зима». Алексей Иванович Слоповский – русский писатель, драматург и сценарист, член Союза писателей России, Союза театральных деятелей и редколлегии журнала «Волга». Алексей Слоповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979 году закончил филологический факультет Саратовского университета. Работал школьным учителем русского языка и литературы, а также корреспондентом Саратовского радио и телевидения. С 1990 по 1995 годы был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала «Волга». Наступила осень, стало холодно. В воскресном утром жена сказала мужу, давай разведемся. Он фыркнул чашку с чаем и ответил «Давай». И продолжал пить чай, не спеша, ожидая, что она еще что-нибудь скажет. Но она ничего больше не сказала. Он нарочно начал прихлебывать, хлюпая. Этого она не любила, делала ему замечания. И он давно уже привык не вытягивать губы, шумом сасывая горячую жидкость. А чай любил именно горячий, почти кипяток, как делали и отец его, и мать, и все другие родственники, которых он знал и помнил. Он давно уже привык отпевать бесшумными, крохотными глоточками, хотя это и не стало привычкой естественной. Нет, это была привычка осознанная, контролируемая. И приступая к чаепитию, он всегда вспоминал, что нужно пить, а не прихлебывать. И даже когда он находился не дома с женой, а в другом месте среди других людей и пил там чай, даже когда случалось пить его вообще в одиночестве, он неизменно, поднимая чашку, вспоминал, что нужно пить, а не прихлебывать. Если не соблюдать эту привычку постоянно, пусть и не дома, пусть даже в одиночестве, то она не закрепится, и того, гляди, забудешься, ошибешься. Впрочем, время от времени, увлеченный какими-либо размышлениями, он все-таки забывался. Но надо отдать должное жене, не всегда она тут же отдергивала его. Как правило, он спохватывался сам, улыбался жене с ироническим самоосуждением. Вот, дескать, как волка не корми, а он все. И она тоже улыбалась, успокаивая его своей улыбкой. Да пустяки. Только если он совсем уже задумается и начнет вдруг хлебать торопливо, чтобы скорее допить и без помех додумывать свои мысли, тогда она могла и не выдержать и сказать сукоризни. Талий! Итак, он начинал прихлебывать и дохлебывал до самого дна, но замечаний не дождался. Тогда он пошел на балкон курить, а жена осталась на кухне со своими обыденными делами. Едва выйдя на балкон, он вернулся в кухню мысленно. Он вдруг стал вспоминать, что звучало по радио в то время, когда она произнесла эти слова. И звучало ли вообще радио? Ему показалось это очень важным. Если радио не звучало, это значит, это ничего не значит. А если звучало, то нужно вспомнить, что именно информация, музыка, песни. Но почему это так важно вспомнить? А потому что слова жены могли быть вызваны, спровоцированы тем, что она услышала. Строка из песни, мелодия, сообщение какое-нибудь. Ведь так бывает. Он знает это по себе. Что-то неожиданно произнести именно под влиянием какого-то внешнего толчка, стимула, повода. Может, вовсе даже и не то, что ты собирался сказать. Может, иногда даже и то, чего ты без повода и толчка никогда бы и не сказал. Или то, что подсознательно давно сказать хотел, но поскольку подсознательное оно и есть подсознательное, сам не знал об этом. И не только сказать, а и подумать вдруг о чем-то неожиданном, решиться на что-то, прийти к необычайной мысли. Вот пример из характернейших, связанных, кстати, с музыкой, с песней. Три года назад он спешил. Он встречал жену, возвращавшуюся из другого города. Он поймал машину, сел, а в машине звучало радио. Звучала старая, пристарая песня, которую он и не любил-то никогда. «Под крышей дома моего» называлась эта старинная песня. Не сошлось, но сошлось. Скорость машины, бесшумные, стремительные, легкие ее скольжения по пустынной летней рассветной улице. Его радость, что сейчас он увидит жену. Предвкушение ее радости, когда она увидит его. Приятный задушевный голос певца, сама дорога, продолжение которой представляется где-то за городом, где вот хорошо бы ждал бы именно дом, под именно крышей которого они через некоторое время оказались бы. А потом вышли бы в сад. И это совсем не то, что взбираться на седьмой этаж. Лифт в их доме с 11 вечера до 7 утра не работает. Входить в типовую квартиру. Ему подумалось с ощущением, хорошо бы купить в какой-нибудь пригородной деревушке дом. И он преподнес это жене как обдуманную идею, как трезвый и реальный жизненный план. И счастлив был, что она отнеслась к этому серьезно. Хотя выразилось это в ее любимых вроде бы словах. А что? Может быть. Но он видел по ее лицу, что очень может быть и надо. Что было, и с тех пор они стали откладывать деньги и говорить о будущем доме. Не слишком часто, чтобы не замусули тему, чтобы не приелось. И чтобы это не стало слишком горячим желанием. Ибо исполнение слишком горячих желаний всегда почему-то вместо полного счастья приносит ощущение какой-то потерянности, растерянности, пугающей пустоты и тупиковой завершенности. Вот и сейчас. Может, по радио была какая-нибудь песенка со словами. Ну, например, «Прощай под белым небом ядмаря, никто нам чего-то там не вернет». «Счастье, кажется» тоже песней старых. Их часто сейчас гоняет по радио и телевизору. «Никто нам счастья не вернет. Вроде так». И вот она немного печальнее. С ней это бывает по утрам. Она слышит эту песню, и вдруг ей кажется что-то, и она неожиданно говорит. Но он так и не вспомнил, звучало ли радио. Зато вспомнил, что, выходя из кухни, посмотрел на часы. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Под одной обложкой книги «Пыльная зима» собраны три произведения. Но больше всего мне понравилось первое «Я не я». История героя, который проживает чужие жизни, меняясь телами и судьбами с другими людьми. В некоторые моменты было смешно, а пару раз даже всплакнуло. Так хотела, чтобы главный герой вернулся в собственное тело. Я обожаю творчество Слоповского. Не только за историю, которую рассказывает автор, но и за его образный яркий язык. В сборник вошли три произведения современного российского прозаика Алексея Ивановича Слоповского. «Я не я», «Талий» и «Пыльная зима». Все три произведения объединены одной идеей. Что могло бы быть, если бы? И тут включается фантазия героев произведений. Брошенного мужа, одинокой женщины и человека, неудовлетворенного своим телом и своей жизнью. Что же будет, если поменяться телами с другим человеком и примерить на себя его судьбу? Алексей Слоповский – писатель удивительный. Писатели-филологи вообще, по-моему, довольно редки. Уж слишком хорошо филологи знают законы построения произведений, художественные средства и методы. Но есть исключения. К тому же Слоповский – провинциальный писатель. Все события его произведений, как правило, происходят в Саратове и его окрестностях. Самокритичность автора, авантюрный сюжет всех трех историй, объединенных в сборник «Пыльная зима», интересно выписанные характеры, попытка понять русскую душу. По-моему, все это достойно внимания. Итак, он посмотрел на часы, значит, хотел зафиксировать время. Половина десятого утра. А если он зафиксировал время, следовательно, отнесся к словам жены вполне серьезно. Он запомнил их для будущего одиночества, уже смиревшись и представляя, как будет вспоминать, что она месяц назад, два месяца, полгода, год, два года назад, именно в 9.30 утра половине десятого сказала эти последние решающие слова. Но этого же не может быть. Он отнесся к этим словам серьезно, иначе он не стоял бы тут с сигаретой. А что? Лежал бы он там внизу разбившийся, остался бы в кухне взъерошенный, спрашивающий, вызывающий на продолжение разговора. Ничего этого он не сделал. Он стоит с сигаретой, значит, еще все впереди. Вся жизнь впереди. Прежняя счастливая жизнь. Но он другой. Ведь он уже другой. Ведь всегда, каждое утро, выходя на балкон покурить, он любил внимательно посмотреть на длинный цилиндрик сигаретки, повертеть его в пальцах, а потом четко щелкнуть зажигалкой, внимательно осмотрев ее, с благодарностью за цвет и изящество, он покупает только красивые зажигалки. Итак, он любил посмотреть на сигарету, зажигалку, поднести ровный огонек, вдохнуть первый утренний сытный дым, а сегодня, сегодня он не сделал этого, потому что думал уже о другом. То есть не то, чтобы думал ясно и определенно, а тяжесть какая-то ощущалась, ну, скажем, в душе. Сам порог двери на балкон стал порогом от до к после. Он курил здесь каждое утро до, а сейчас вышел покурить уже после. С ума я, что ли, схожу, удивился он. Еще и не вынес приговор, а ты его уже сам себе подписал. Еще и заголовка нет, мало ли что сказано. Это так, это недоразумение. Так примерно он уговаривал себя. Но сама напористость, сама энергия этого сопротивления нехорошим мыслям испугала его. Раз он так энергично сопротивляется, значит, вольно или невольно уже принял все всерьез. И тогда он перестал петлять и хитрить, а взялся мыслить сосредоточенно. Словно перед ним математическая задача, которую следует решить. Тут бы самое время представить героя нашей житейской истории, потому что гораздо интереснее, если уместно здесь это слово, следить за ходом мысли конкретного человека, имеющего имя, отчество, фамилию, социальное происхождение и положение, профессию, возраст, внешний вид, чем кого-то безымянного и безликого. Но это требует места и времени, а вихрь потока сознания героя в это время пронесется, унесется, и останемся мы на пустыре в полном видении относительно профессии, внешнего вида, но в полном неведении относительно содержания вихря, который в данном случае важнее. Ограничимся поэтому только тем, что назовем имя героя и его возраст. Имя Талий, домашнее от Виталия, Виталий Петрович Белов. А жена Таша или Талия, домашняя от Наташи, Наталья, возраст 41 год, а Наташе 29, скоро 11 декабря 30 будет. Ну ладно, еще о профессии. Он старший научный сотрудник Краеведческого музея. Она актриса театра юного зрителя. Сыну 6 лет. И Талия, и Наталья состоят в первом браке. И в последнем врывается вдруг из вихря голос Талии. Еще быстрее взвинчивается этот вихрь, и кажется, различить в нем ничего невозможно. Но Талий каким-то образом различает. Если попробовать расшифровать его мысли, то будет это подобно переводу на язык слов такой тайнописи, где закоречкой, мыслительным, условно говоря, иероглифом обозначается не слово и даже не предложение или абзац, а целое исследование. И придется поэтому в расшифровке даже кое-что сократить для ясности. Алексей Слоповский является сценаристом многих сериалов, таких как «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и другие, а также ста автором сценария фильма «Ирония судьбы» продолжение. В книге «Пыльная зима» собрано три произведения автора. Роман «Я, не я» и две повести «Пыльная зима» и «Талий». В книге Алексей Слоповский вновь подтверждает свою репутацию изящного выдумщика, оставаясь при этом реалистом. У него правдоподобно все, даже когда герои меняются телами. Автор в своей книге позволяет персонажам их самые смелые фантазии. И читатель, следя за невероятными по форме, но жизненными по сути ситуациями, примеряет на себя каждое «Если бы». Каково быть известным певцом или главой государства, или просто соседом? А вы читали книгу Алексея Слоповского «Пыльная зима»? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова